Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня тема эфира «Как Назарбаев спасает ипотечную программу 7.20.25». Как вы знаете, в пятницу 5 октября он проводил совещание, которое назвал, даже не совещанием, а очередным посланием к народу Казахстана. Конечно, там посланий никакого не было. Я сегодня в прямом эфире комментировал свои отношения к его выступлению. Но хотел бы озвучить часть из них, именно то, что он озвучил по ипотечной программе 7.20.25. Вы все, наверное, обратили внимание, что весь прошлый год и этот Назарбаев усиленно пытается догнать программы ДВК, заявляя тельные популистские программы. Именно популистские. Они у него выглядят популистские, потому что они неотработанные, примитивные, непродуманные. И, собственно, все его программы превращаются просто в говорильню. Как вы знаете, после того, как мы вышли с социальной программой ДВК, это об уровне оплаты труда учителей и врачей, со стороны Назарбаева было заявлено, что будет повышаться заработная плата учителям. Ну, как вы знаете, ничего на самом деле не было сделано. Потом было объявлено, что повышается заработная плата полицейским, но с трудом только частично подняли в этом году, хотя обещали еще в прошлом году. Был разговор по военным, но на самом деле ничего не изменилось. Собственно, прямо видно, что весь прошлый год этот Назарбаев усиленно пытается каким-то образом изменить текущую социально-экономическую обстановку, ориентируясь, что его поджимает демократический выбор Казахстана. Интересно, что Назарбаев готовился, очевидно, к этому своему выступлению, так называемому посланию. Никакого послания не было, это просто было показательное выступление, где он хотел показать, что он такой крутой президент, а все остальные там ничтожества. Его министры, Акимы и так далее, как он обращаясь к главе правительства, Садентаев сказал, Махчан, правительство не работает, министры не работают, Акимы не работают, никто не работает. Ну, хотел показать, что только он один работает. И вот интересно, Назарбаев вроде как бы готовился к этому выступлению, к своему так называемому посланию, затронул он ипотечную программу. И там же на месте показал свою полную состоятельность. Ну, собственно, чему тут удивляться, он же сейчас в регионе ездит, только бешпармачит. Приезжает, дороги отремонтирует, вдоль дорог, дома заборами закроет, как уезжает, все это демонтирует, зеленые насаждения сделают, зеленые поля какие-то вдоль его поездки, вдоль дороги. Уезжает, все это собирают, и зелени уже нет. Вот я хочу обратить внимание, что он инициатор программы 7-20-25, то есть ставка 7 годовых, первоначальный взнос 20% от суммы кредита, срок 25 лет. Он совершенно не владеет ситуацией. Обратился к залу. Кто знает, сколько выдано кредитов по этой программе. То есть он готовился к совещанию и не владел этой информацией. Хотя мог просто его помощник позвонить главе Национального банка и получить цифру. И из зала вышел и озвучил глава Национального банка, сказал, что всего лишь подно 2000 заявок. Представьте себе, сколько шума было помпы. Венаврия Назарбаев заявил об этой программе. Прошло уже 9 месяцев, и собрано всего лишь 2000 заявок по всей стране из 18,5 миллионов человек. То есть, как сами аналитики некоторых изданий про государство написали, что одна заявка на 12 тысяч человек. То есть это просто показывает полный провал программы Нусултана Назарбаева. Очередное это просто шапка закидательства. Очередная там его идея, которая не реализовывается. Как вы знаете, очень много заводов в стране открывают следующим образом. Он приезжает в регион, разрезает ленточку. Завод делает видимо, что он работает, он уезжает и все умирает. И таких предприятий Назарбаев в стране открыл сотни. И обратите внимание, он не владеет вообще никакими цифрами. Он хотел показать на этом совещании, что он крутой. Все знает, все видел. Каждый район объездил. Каждого, значит, сквозь насквозь видит. Знает, кто берет взятки. Даже главе антикоррупционного ведомства он сказал, Ну, конечно, у вас там сладкое место, такое с намеком, да? И вот человек не владеет ситуацией, сколько же стоит квартира самая дешевая, по льготной цене. И это не знали его министры и вице-премьеры. То есть получается, он говорит, однокомнатная квартира размером 50 квадратных метров. Сколько стоит? Из зала, вице-премьер один первый, вице-премьер заявляет, 3 миллиона тенге. Когда раздался хохот, он поправляется 7 миллионов тенге. Ясно, что ни за 3, ни за 7 миллионов тенге квартиру в размере 50 квадратных метров ни по какой программе купить невозможно. То есть не владеет ситуацией ни автор программы Назарбаев, ни член его правительства. Никто не владеет цифрами, ничем не владеет. И понятно, что эта программа провальная. Мы все знаем, что заработная плата очень низкая у наших людей. Хотя правительство заявляет, что вот там 150 тысяч тенге было, сейчас они вообще добежали уже почти до 170 тысяч тенге, якобы средняя зарплата. Таких зарплат нет, мы все прекрасно знаем. Даже 100 тысяч тенге таких зарплат нет. И поэтому 20% от суммы, от стоимости кредита собрать, как пишут разные аналитики, человеку нужно 6-7 лет. Поэтому, конечно, очевидно, что программа была провальная. Это первое. Второе. Эта программа предполагала, что его могут приобрести, квартиру, эту квартиру, люди, те, кто покупает обязательно новые квартиры. Давайте мы откомментируем вот статьи этой программы. Насколько это реальная была заложена идея, саму программу. Если взглянуть на статистические данные, то, хотя Назарбаев говорит, что 1.2 миллиона квадратных метров рекордное жилье было по прошлому году сдано. Из них чуть более 5 миллионов квартир именно построено в прошлом году. Но на самом деле более 4 миллиона квадратных метров из этих 5 миллионов построено в Алма-Ате и в Астане. А остальное около миллиона квадратных метров разбросано по всему Казахстану. То есть фактически новое жилье строится в реальности доминирующим образом. Именно в Алма-Ате и в Астане. Также строятся дома в основном в Алма-Ате, Алматинской области и в Астане. То есть по этой программе невозможно приобрести новое жилье. В некоторых областных центрах, если считать строительство нового жилья, то есть на тысячи человек приходится одна новая квартира. Если в Астане, то это порядка 20 квартир, то в региональных городах 1-2 квартиры. Но очевидно, что эта программа была изначально провальная. Изначально просто была провальная, потому что мало кто может собрать 20% от стоимости жилья, во-первых. Во-вторых, новое жилье практически строят только в Алма-Ате и в Астане. Вот и все. И очень просто получается, что программа оказалась изначально непродуманной и провальной. Вот здесь Буалышах Казахстан правильно пишет. Откуда первоначальную сумму люди возьмут, если у них зарплата мизерная? Если зарплата менее 100 тысяч тенге, каким образом они могут собрать 20% от стоимости кредита? Понятно, что не заберут. И потом, вы посмотрите, какие банки в этих программах не участвуют. Не участвует, например, Халык Банк и ряд других крупных банков. Почему не участвует? Потому что, если заемщик через 90 дней вдруг прекращает обслуживать кредит, банк обязан вернуть всю сумму кредита государству, то есть из собственных средств. И потом биться заемщиком, пытаться отобрать его квартиру. Это еще одна засада, которая, по сути дела, оттолкнула банки от участия в этих программах, даже если и есть клиенты, и есть финансированные со стороны государства. И таких провалов в этой программе огромное количество, которые, по сути дела, сделали эту программу нежизнеспособной. Она не работает. Прежде чем откомментировать жилищную программу ДВК, я хотел бы откомментировать следующее. Как вы понимаете, у правительства не было и нет до сих пор нормальной программы по обеспечению жильем нашего населения. По официальным данным, около 2 миллионов человек не имеют жилья. На самом деле, эта цифра как минимум нужно умножать на 3. Как минимум 6 миллионов. Во-первых, очень многие не зафиксировались в очереди. Во-вторых, очень много жилья в Казахстане фактически не приспособлено для жизни. Нет горячей воды, нет коммуникации. То есть, это одно название жилья. То есть, есть определенные стандарты, стандарты ООН, когда говорится, что у человека должно быть не менее 30 квадратных метров на человека. У нас в основном менее 20 квадратных метров, во-первых. Во-вторых, не соответствует это жилье всем мировым стандартам с точки зрения обеспечения качества. А это горячая вода, холодная вода и вся другая инфраструктура. Вот такого жилья у нас в принципе мало. Поэтому в реальности минимум 6 миллионов минимум. Вообще, реальности, наверное, как минимум половина населения нуждается в качественном жилье. Вот такая плачевная ситуация в стране. То есть, проблема обеспечения жильем настолько плачевная и проблема настолько масштабная, что здесь вот такими полумерами невозможно обойтись. Даже не полумерами, а видимостью, декоративными программами. Невозможно эту проблему решить. Эта проблема необходимо решать масштабными действиями. И именно программа демократического выбора Казахстана является такой масштабной. Теперь давайте поговорим о нашей программе, жилищной программе ДВК. Я хочу сразу озвучить, что эта программа описалась после того, как были озвучены другие программы. Так называемые социальные программы ДВК. Социальные программы ДВК говорят о том, что будут масштабные изменения в структуре заработных плат у бюджетных работников, у других учреждений, учителей, врачей. Будет существенно повышен размер пенсии. Со стороны государства будет установлена единовременная дополнительная пенсия. В первый год 300 евро и в последующие годы в течение 4 лет до 400 евро. Это по текущему курсу порядка 170 тысяч тенге. Это дополнительно к текущей пенсии. Если человек получает, допустим, текущую пенсию через накопительную систему 60 или 70 тысяч тенге, то со стороны государства будет дополнительная доплата порядка 170 тысяч тенге по текущему курсу евро, если считать. То есть тогда даже у пенсионера будет доход порядка 250 тысяч тенге. Потом вспомните, я комментировал по нефтяным предприятиям. Наши нефтяники в основном получают 100-120 тысяч тенге, кроме работников тенге из Шевройла и УЗИ Миногаза Магустал. Я озвучивал, что средняя заработная плата нефтяников будет не менее чем 1500 тенге. В реальности зарплата их первые годы дойдет, управление именно ДВК правительством, дойдет не менее чем до 3000 долларов. Это по текущему курсу около миллиона тенге. И вот, собственно, так же было озвучено по работникам сырьевых предприятий металлургических, КАС, СИНК, Арселор, МИТЛ и так далее, что их заработная плата тоже будет как минимум в среднее около 1500 долларов, то есть около полумиллиона тенге. Как вы понимаете, а сейчас они получают порядка 100 тысяч тенге, 150 тысяч тенге. То есть зарплата вырастает в 3-5 раз. То есть, когда мы говорим о жилищной программе ДВК, мы говорим, что в целом глобально заработная плата наших граждан поднимется в 3-5 раз. И в этот момент начинают функционировать жилищные программы ДВК. Понимаете, да? То есть заработная плата не та, которая сейчас. То есть мы будем обсуждать программу, жилищную программу ДВК, не в той ситуации, когда заработная плата 70-80 тысяч тенге. Именно минимум 300-350 тысяч тенге, миллион тенге. То есть у нас совершенно другой уровень оплат труда, и в этот момент начинает генерироваться программа демократической выбора Казахстана именно с точки зрения жилищного строительства. То есть обратите внимание, мы подходим масштабно и комплексно. Масштабно и комплексно рассматриваем жилищные программы ДВК именно тогда, когда сначала мы делаем первый этап. Масштабное повышение заработных плат. Я четко показал, откуда поступает бюджет страны деньги. Как я сегодня в прямом эфире озвучивал, только банковский сектор Насултана Назарбаева, а 90% банков принадлежат Насултану Назарбаеву, каждый год вливается не менее 10 миллиардов долларов. Посмотрите. Вот Цеснабанк сейчас государство ввлило 1,6 миллиардов долларов. В пятницу Насултан Назарбаев заявил, что банке будет влит еще 600 миллиардов тенге. Вот вам еще порядка 2 миллиардов. В начале года пенсионные фонды влили банки еще 200 миллиардов. И еще 400 миллиардов было влит недавно банковский сектор. То есть вы и так и так считаете, только вы можете оперировать официальными данными. Но я вам точно говорю, что каждый год банковский сектор сжирает порядка 10 миллиардов долларов. И еще я озвучивал по нефтяному сектору сегодня в прямом эфире. Цена на нефть фактически относительно января прошлого года выросла почти в два раза. Сейчас далеко за 80 долларов за баррель. В прошлом году было в начале года порядка 40, чуть больше 40 долларов за баррель. Но наши нефтяники до сих пор продолжают получать зарплату на уровне 100-150 тысяч тенге. То есть цены на нефть растут, кто-то получает доходы, а наши граждане, работая в выгодной отрасли, цены на нефть мировые, продукция продается по мировым ценам, получают ту же самую зарплату, при том всем, что тенге с мая месяца девальвировалось более чем на 20%. Вы понимаете, да? Все дорожает, девальвируется, наши люди получают ту же самую зарплату. И нефтегазовый сектор минимум около 15 миллиардов долларов утекает по карманам при этих высоких ценах на нефть. Как я ранее говорил, мы в течение двух лет практически удвоим бюджет страны. Бюджет страны добавится минимум на 30 миллиардов долларов только за два года. И понятно, что эти 30 миллиардов долларов мы будем инвестировать в те или иные направления. Это повышение заработных плат, это масштабное строительство по стране и финансирование государственных программ. И все эти деньги, особенно когда сырьевой сектор поднимет заработную плату, а мы потребуем это, мы примем специальные законы, где мы обяжем платить не менее какой-то суммы. И мы вообще национализируем эти предприятия и на уровне государства примем такие решения. Чтобы вы понимали, нефтегазовые отрасли в мире средняя заработная плата 10 тысяч долларов в месяц минимум. Наши же нефтяники получают 300-400 долларов. Поэтому, когда я говорю, что наши нефтяники будут в среднем не менее чем 1500 долларов получать, а в реальности мы доведем до 3000 долларов, запас относительно мировых цен на трудовые ресурсы в нефтегазовой отрасли еще огромный. Еще огромный, и мы это достигнем поэтапно. Поэтому сейчас я хочу говорить о жилищной программе ДВК, и все должны понимать, не сверяться к вашей маленькой зарплате 70-80 тысяч тенге, когда вы не можете внести никакой первоначальный взнос, даже полпроцента, ни один процент. Вы даже не сможете обслужить 5% годовых. Это ту ставку, которую мы озвучили в своей программе демократического выбора Казахстана, жилищной программе ДВК. Мы должны понимать, что жилищная программа ДВК будет функционировать в совершенно других базовых условиях, а именно тогда, когда заработная плата будет поднята как минимум в 3-5 раз в целом по Казахстану. Вот именно тогда каждый тот, кто будет участвовать в этой программе, в состоянии будет оплачивать даже такие низкие ставки и низкую сумму первоначального взноса, которые установлены в программе ДВК. Итак, в программе ДВК мы ориентируемся пока на данные статистические самого государства, которые говорят, что якобы нуждающие жилье порядка 2 миллионов человек, и около 200 тысяч человек относятся к категории социально уязвимых слоев населения и стоят в очереди на социальное жилье. Как я говорил, в реальности количество нуждающихся, как минимум, наверное, 6 миллионов человек, а скорее всего даже половина населения. Обратите внимание, вот в программе ипотечной «Любимая Назарбаева» за 9 месяцев подано всего лишь 2000 заявок. То есть, называется, удивительно, да, заявляется президентская программа, в которой за 9 месяцев подано всего лишь 2000 заявок. Что мы будем делать? Мы говорим о следующем. Что программа строительства предполагает строительство 20 миллионов квадратных метров и ежегодное обеспечение жильем 250 тысяч человек. Эконом-класса будет жилье. 250 тысяч человек, не просто там 2-3 тысячи человек всего могут подать заявку. Мы построим ежегодно жилье и обеспечим 250 тысяч человек ежегодно. То есть, мы должны в результате четырехлетней этой программы, почему четырехлетней, потому что мы предполагаем, что в парламентской системе управления правительство работает только 4 года. и после четырех лет может снова участвовать на выборах. Если победит, то хорошо. Если нет, то она выбывает из политической борьбы. Поэтому наша программа предполагает, что каждый год 250 тысяч человек получают жилье. На каких условиях? Во-первых, первоначальный взнос 5%, ставка 5% годовых и срок кредита 20 лет. И еще, если у человека нет возможности даже внести 5%, он может перейти, взять это жилье по арендной схеме. То есть, фактически выплачивает арендную сумму из расчета 5% годовых, которые разбиты по годам. И эта арендная сумма, которую человек выплачивает, идет за счет выплаты стоимости жилья. В этой программе ДВК говорится, что мы каждый год выделяем из бюджета страны 2,5 миллиарда долларов США для строителей 5 миллионов квадратных метров жилья. И каждый человек имеет право получить жилье из расчета 20 квадратных метров на человека. Сейчас у нас нижний порог считается порядка 18 квадратных метров и все, что выше 18,5 квадратных метров считается нуждающейся нуждающейся в жилье. Обратите внимание на масштаб решения проблемы. 2,5 миллиарда долларов ежегодно это для обеспечения жильем 250 тысяч человек. То есть за 4 года мы обеспечим жильем 1 миллион человек. Притом не какое-то жилье, которое нужно достраивать, ремонтировать. Нет. Именно под ключ уже с установленной сантехник, кухней, стиральной машиной плитой, чтобы просто человек со своими чемоданами, со своей мебелем уже мог въехать. То есть готовое жилье, которое не нужно ремонтировать. Потом инфраструктура вокруг жилья должна быть. А именно детские площадки, дороги, все прочее. Все должно быть так, чтобы ничего никто там больше не ремонтировал. Загляните в программу демократического выбора Казахстана и вы увидите, что в этой программе фактически могут участвовать молодые семьи в возрасте до 30 лет, не имеющие собственного жилья. Семьи, имеющие одного и более ребенка, но не имеющие при этом 20 квадратных метров на одного человека. При этом возрастные ограничения к участнику программы не применяются. И цена за квадратный метр не должна превышать 500 долларов за квадратный метр. Это даже в таких крупных центрах, как Алматы и Астана. А в реальности мы в регионах построим дешевле. И еще требования к качеству размером жилья. Хотел бы озвучить, что правительство ДВК планирует строить жилую площадь от 40 до 100 квадратных метров. Как я уже говорил, что эти квартиры сдаются под ключ и прилегающая территория жилым домам должна быть оборудована детским площадком, местом для парковки автомобилей и необходимое освещение. И еще раз озвучиваю условия. Арендное жилье с возможностью последующий выкуп предоставляется в арендам сроком до 20 лет. Жилье по ставке 5% годовых сроком до 20 лет. И очень важный момент обратить внимание. Можно купить жилье от застройщиков на вторичном рынке, то есть вторичное жилье. В программе Назарбаева этого нет. А новое жилье практически в регионах не строится. Наша программа предполагает участвовать в покупке вторичного жилья, которое уже построено, которое по размерам и ценовым параметрам может быть приобретено через эту ипочечную программу по 5% годовых. Теперь смотрите, я озвучиваю, что ежегодно масштабное финансирование 2,5 миллиарда долларов. Что такое 2,5 миллиарда долларов? Когда в банке Назарбаев свои запихивает по 10 миллиардов долларов ежегодно, то есть если эти даже половина денег отправить из 10 миллиардов 5 миллиардов, то каждый год можно обеспечивать жильем полмиллиона человек. То есть вы понимаете, да? Богатства нашей страны таковы, что мы в принципе полмиллиона если в год будем строить, то мы за 4 года построим в 2 раза больше даже относительно тех программ, которые мы запланировали. То есть 2 миллиона человек можем обеспечить жильем. Буквально за 4 года. И в реальности это толчок к строительству и особенно высокие доходы населения, а они очевидно на поверхности лежат, денег в стране много, они просто разворовываются. Все эти действия приведут к бурному развитию экономики. Ну, представьте себе, да, если начнут финансироваться такие программы, ну, к примеру, даже вот из банковских объемов 10 миллиардов, половину отправить на строительство жилых квартир. 5 миллиардов долларов в год. Это вообще не проблема. Что будет в этом случае работать? Работать будет строительная компания. Это огромное количество рабочих мест. Сотни тысяч. Это будут работать цементные заводы. Это перевозка. Это, соответственно, цементные заводы потребляют уголь и электричество. Это электростанции. то есть там такая цепная реакция начнется. Если деньги в стране не воровать, просто разумно вкладывать в развитие страны, у нас будет вообще бум. Наша страна преобразится. За какие-то пять лет все поменяется. Я помню, что я в начале 90-х годов, когда приезжал в Дубай, ну, была пустыня и какие-то отдельные отели. И где-то высотные здания тоже строили в пустыне. За какие-то десять лет на моих глазах Дубай просто расцвел. За десять лет в пустыне арабы, которые ездили на верблюдах, построили современный крутой город, крутую страну. Но разве можно сравнить масштабы богатства нашей страны с Эмиратом Дубаи? Просто невозможно. То есть, если это не воровать, просто эти деньги инвестировать в страну, наша страна на глазах просто расцветет. Дубай еще раз. Жилищная программа ДВК рассматривается именно по другим углам зрения. Во-первых, она масштабная. мы очень скромно планируем инвестировать ежегодно два с половиной миллиарда долларов в программу развития жилья и обеспечить за четыре года один миллион человек качественным и дешевым жильем по всей стране. Во-первых. Во-вторых, эта программа начинает действовать тогда, когда происходит корректировка уровня заработных плат по всей стране. нефтегазовом секторе, сырьевом, учителя, врачи, бюджетные работники. Когда зарплата в этих сегментах начинает расти вверх, эти люди, получая больший доход, начинают покупать товары и услуги у бизнеса. Тогда и у бизнеса появляется возможность продавать услуги, они тоже богатеют, формируются новые рабочие места, то есть будет просто взрывное развитие экономики страны. Соответственно, вам не нужно голову ломать, как я вот буду получать 100 тысяч тенге, как я оплачу первоначальный взнос. Ваша заработная плата вырастет в 5-7 раз минимум. Соответственно, вы легко можете оплатить первоначальный взнос, обслуживать его, и еще приобретать другие товары и услуги. Вот каким образом должна работать жилищная программа, а не так, как вот придумал Назарбаев, когда 9 месяцев всего 2000 человек подали заявку. Теперь смотрите, как султан Назарбаев хочет спасти свою программу. Только в пятницу он удивлялся и говорил, как же так, никто не хочет эту программу, придумайте что-нибудь. Сегодня понедельник. В понедельник правительство объявляет, что на выплату первоначального взноса местные власти и самоправительство суммарно выделяет 50 миллиардов тенге и выпускает специальные сертификаты на 50 тысяч человек стоимостью 1 миллион тенге. И таким образом 50 тысяч человек могут получить эти так называемые сертификаты государства и оплатить первоначальный взнос. 1 миллиардов тенге Но обратите внимание, опять же, какая проблема. Каким образом этот первоначальный взнос выплачивается и кому? Акимы, регионов, городов, областей и так далее находят именно тех людей, которых они решили облагодействовать, как бы помочь. Это не идет по принципу равного доступа. Они говорят, что учителя, врачи, какие-то другие работники, полицейские, связанные с бюджетными именно отрасли, вот они получат такую поддержку. Но, извините, у них заработная плата все равно невысокая. Даже первоначальный взнос внесет правительство, то они будут мучиться, чтобы погасить этот кредит. То есть, должны жить проголодь на свою мизерную заработную плату. во-первых. Во-вторых, что за рыночная страна, когда не каждый человек имеет доступ к этим условиям, а где-то чинуши будут сидеть в правительстве, в акиматах и так далее, будут распределять право получить эти миллион тенге, сертификат. Ясно, что без взяток здесь не обойдется. Опять здесь знакомые, родственники, и опять это не будет для всей страны, для всего народа. То есть, представьте, наша программа ежегодно предполагает, что в нем будет участвовать 250 тысяч человек по стране. Программа Носултана Назарбаева после супернапряжения предполагает, что всего, всего по всей программе 50 тысяч человек по всей стране. А у нас ежегодно по 250 тысяч человек, и в течение четырех лет, будет обеспечено жильем 1 миллион человек. Вот представьте, уровень и масштаб Носултана Назарбаева, который 29 лет рулит страной, и не может никак добиться простых вещей. Все время какие-то административные действия, попытка кого-то ублажить, преданных учителей, врачей и так далее, чтобы завтра они участвовали в фальсификации на выборах, подделывали бюллетени и помогали ему остаться президентом дальше. Наша же программа предполагает широкое участие все граждане страны. Поэтому, уважаемые друзья, ознакомьтесь с программой ДВК, она очень реальная, в масштабах нашей страны выделить 2,5 миллиарда долларов на строительство жилья по всей стране. это вообще небольшая сумма, это вообще ничто. Порядка 15 миллиардов долларов, не меньше, каждый год крадется из сырьевого сектора. Как я говорил, минимум 10 миллиардов долларов Назарбаев сливает в свои банки. Поэтому выделить 2,5 миллиарда при том возвратных денежных средств, при том тем людям, которые будут иметь достойный доход, а доход будет иметь достойный практически все граждан страны, потому что программа, которую мы объявили, а именно экономических реформ, приводит к тому, что в среднем зарплата увеличивается в 5-7 раз у всех слоев населения, пенсии увеличиваются, пособия увеличиваются, то есть масштабное увеличение, и наша страна в состоянии реализовать эти программы, если не похищать денежные средства у государства. И поэтому все эти программы, они очевидны, реальны, и в кратчайшие сроки будут кардинальные изменения по всей стране. А программа Назарбаева, она носит дискриминационный характер, она рассчитана только на узкий слой населения, более того, даже в этом случае его программа не сработала, как все другие его программы. Как вы знаете, наша страна на душе население, например, угля добывает больше всего в мире, но при этом там, где уголь добывается, в Семее, в Восточном Казахстане, в Астане, в Караганде, везде дефицит угля, то есть мы добываем на душе населения больше всего в мире, а реально мы имеем дефицит. Так, собственно, и по любым программам. Жилье это вообще очень просто обеспечить буквально два срока парламентских 4 плюс 4, можно в целом добиться серьезного обеспечения жильем, как минимум, 2-3 миллионов человек. То есть очень серьезно и кардинально решить эту проблему. Поэтому вы должны понимать, что эта популистская назарбаевская программа, она коснется только узких слоев населения, всего лишь 50 тысяч человек. Все. она не коснется миллионов. И он не в состоянии эти программы реализовать. Почему? Потому что он не откажется каждый год воровать по 10 миллиардов через банковский сектор, не откажется красть деньги через сырьевой сектор, через свои крупные предприятия, где он скрытый акционер. И только тогда, когда мы добьемся смены этого режима, когда установим народную власть, именно тогда все эти краденые ресурсы будут вливаться в экономику страны, и мы в состоянии будем решить кардинально все ключевые проблемы страны. почитайте жилищную программу ДВК, помните, что эта программа начинает работать в условиях, когда доходы населения в 5-7 раз выше относительно текущих. когда вы будете свои расчеты делать, вы всегда должны это помнить. И тогда вы увидите, насколько масштабная и привлекательная программа демократического выбора Казахстана. Одним словом, ребята, у демократического выбора Казахстана есть все. Есть экономические программы, есть программа социальных реформ, есть политическая платформа, какие реформы мы собираемся делать. И все это можно достигнуть, если мы добьемся смены режима. Вы посмотрите, Армения это сделала, грузины сделали, ингуши маленькой нации, которых всего лишь в стране около 300 тысяч человек, вышли на площадь больше 30 тысяч человек. Они там стоят и против них, какая бы ни была большая Россия, сколько бы там у них не было Росгвардии и все прочее, они не смогут применить силу. Потому что против народа, когда выходят десятки тысяч, ничего невозможно сделать. и мы должны это понимать. Поэтому, ребята, давайте действовать, наращивать число ячеек. У нас сейчас число ячеек добавляется, штаб с ними активно работает. Надо еще больше наращивать. Когда мы достигнем критического числа, значительных именно по численности, тогда мы начнем проводить уже более масштабные акции. Давайте совместными усилиями добиваться смены режима, добиваться так, как добились Армении. Все предложения о том, что давайте мы применим силу, давайте еще что-то, мы заведомо исключаем. Только мирным путем, как в Армении, как в Грузии, как в Украине. Только мирным путем. И мы сможем этого добиться. Для этого нам важно найти миллион наших сторонников по всей стране. На сегодня я прямой эфир завершаю. С вами Волгсдар. До встречи в следующем эфире.